Я думаю, они там должны будут воевать. И LGD тоже в очень хорошей форме. Да, и LGD должны быть очень серьезным соперником. Не раз они уже о них спотыкались. И здесь это будет тоже, мне кажется, одно из лучших противостояний этого дня. Вот это, кажется, LGD-шная комбинация. Нага Сирена Джакира, которую они реально исполняют. Ну, это же именно китайская такая. Ну, вот именно они таким играют. Вообще, именно китайцы любили просто через нагу комбинить там и с Омником, и с Раптором, и со всем подряд. Вот именно Джакира больше всего им нравится. Ну, Джакира просто не имеет такой большой кулдаун именно на вот это дополнительное заклинание под Сон. Потому что все-таки, когда Нага Сирена получит 18 уровень, кулдаун на Сон будет 60 секунд. И под Джакира как раз легко эти всякие комбинации делать. Вот, а под какую-то Энигму, которая имеет бешеный кулдаун, ты так эти комбинации часто не будешь делать. А тут Айс Пасик, и все. Ну, и герой сам по себе неприхотливый, толстый достаточно. Может заниматься и пушем, и магического дэмэджа у него достаточно. Универсальный. Хороший. Сам по себе. Ну, вот ВП на Дабл Пик взяли себе Дума и Дизраптора. Уже двух гораздо более привычных для себя персонажей. Дабла. Вот прямо они сразу себе сделали. Соло как раз на Дизрапторе и Дум Бай Павел. Ну, это посмотрим еще. В целом тоже и такое может быть. Много можно с Думом противных вещей сделать на линии. Я думаю, что так оно и будет здесь происходить. Но это только начало. Думаю, что такой исход событий могли предугадать. Очень очевидные от них варианты пиков. Решили в этот раз избавиться и от Сларка. И в первой же стадии еще и выкинули Беста, который в прошлый раз успел игру сделать. Тут не в Бесте даже дело. Они просто банят и на четвертый, и на пятый Блудсикера, и Сларка. Потому что не знают, как с этим бороться. И как этим играть так же, если захотят забрать. Или Контроп забанился в Виртуз Про. Герой неприятный. Противодума тоже. Пятый бан. Виртуз Про банят таких героев, которые могут именно вначале делать какие-то неприятности. Они не боятся никаких там Марфов, тех же самых Сларков. Потому что они прекрасно понимают, что эти герои очень слабые на линии. А Виртуз Про, они сами всегда делают сильные линии. И ты придешь, и ты вот этого Сларка, который не боец, Морф, который не боец, ты его можешь прямо в самом начале, как раз за эти 5-7 минут, нас так загнобить, что он потом просто не раскачается. И вот Сен Кинг. Сен Кинг, да. Все, классические герои. Уже Сен Кинг для Роджера, Дизраптор, соответственно, для Соло и Дум. На Хардини. Классический, да. Для Паши. Все классно, ничего нового в Виртуз Про не придумывают. Все стандартные персонажи у них появляются в пуле. Ну и не стоит изобретать. У очень многих коллективов это заканчивается провалом на ровном месте. Когда они захотели перехитрить противника, а в итоге только себя перехитрили. Ну и Ньюби сейчас тоже уже к третьему пику своему подходит. Два саппорта у них есть. И осталось, наверное, сейчас тоже определиться с третьей позицией. Против ВП надо играть, стараться выигрывать эти две линии. Я не знаю, все команды против Виртуз Про стараются играть даблами. Но все даблы эти очень часто проигрывают. Не знаю, придите триплой, встаньте против Думы, этого Дезраптора. Слабые два персонажа. Просто триплой придите и не дайте этой линии вообще ничего сделать. Выгоните оттуда соло, пускай и Дум остается. Пускай соло перетягивается как раз-таки там на легкую или в миддл куда-то помогать. Чтобы эта линия у вас, чтобы у вас Кор играл. Чтобы у вас Муги мог нормально фармить. Вот у него в прошлой игре, что у него было? Маск оф Мэднес, Пауэр Трэдс и Блэкен Бар. Он так и не нафармил. Да, два раза по 50 голды у него не хватало. Лайв Стиллер. При этом какой-то бомбы под него еще и нет. И не факт, что будет. Бомбы нет, но остается герой всегда для KP. Поэтому бомба может появиться. И Бэтрайдер, и много всяких... Бэтрайдер, кстати, да, сигнатурный для KP персонаж. Поэтому всегда может появиться какой-то силовик. Да, насчет этого, я думаю, можно здесь подумать. Действительно. Пока еще смотрится не так уж и плохо. Сэн Кинг, вот я говорю, прогнать Дизраптера с линии. Но учитывая геймплей у Сэн Кинга, я думаю, что более вероятно, что он подтянется на эту ослабевшую немного линию от давления. И сам добавит туда жару. Так что здесь это может и не быть вариантом. Ради бога, это хоть что-то. Это хоть какая-то импровизация. Потому что если просто стоять 2-1-2, ну, 99% команд проигрывают у Virtus.pro. Никто не хочет против них импровизировать. Никто не хочет сильных персонажей набирать. Никто не хочет загнобить хотя бы одну линию. Ты просто гнобишь триплой эту линию, и там твоя четверка стягивается, ну, не знаю, в мидеру сумму помочь. Потому что у тебя есть два хороших... У тебя есть плеймейкер вообще круто. Один из самых крутых игроков в мире, SCCC. Да, он там будет стоять с нунчиком один на один, будет стоять, крипов бить. Но если ты ему дашь буст какой-то, то он игру может сделать. Ньюби так и играют. Они отталкиваются от своего плеймейкера, от SCCC. И вот Разор появляется как хорошее противопоставление Лайфстилеру. Вот тебе уже два как минимум спыла от одного героя через его иммунитет к магии. Да, тут много есть и Doom, и Разор, и хорошая комбинация. Ну, просто выкачать дэмэдж, и все, он бесполезен. Можно даже и не тратить на него Doom. Да, ранний пик Лайфстилера, на самом деле. Могли бы еще посмотреть. Вот от этого сейчас. Они себя немного в угол загнали. И Ньюби из всех китайских коллективов на этом мейджоре действительно проявляют меньше всего попыток импровизировать. Вот то, что я видела тот же Дюд на групповой стадии, было гораздо серьезнее в этом отношении. Это действительно было что-то новое. Возможно, даже преждевременно показываны новые фишечки. Ну, и Вичи Гемминджера и Митандер тоже в этом отношении не расстроили, хоть и у них хуже сложились немного дела. Но вот Ньюби пока берут, ну, как обычно, просто как обычно. Может, сейчас еще на последние два пика они нас чем-то удивят. И знаешь, кому самый главный вопрос после вот такого драфта? Ну, после первой игры, второй — к Саншенгу. Да. Где ты? Где твой мозг? Где там твои записи? Не так давно. Только по вардам работаешь? Не так давно присоединился в качестве тренера к составу Ньюби. И это Лина. Что думаешь? Мне не нравятся вообще коры. Потому что у тебя ластиллер будет приседать либо от Разора, либо от Дума. Герой просто у тебя не будет работать. У тебя первая позиция, твой демидж-диллер просто будет выключен. Лина — это такой персонаж, если ее кто-то оцепляет, не знаю, сын к ней блинканется, все, это герой не герой становится. Она просто умирает. Она настолько худая, она без блокинбара не может драться, ей нужен танк. Который вперед идет и просто вытанковывает. Но этот танк будет задизеблен моментально, либо статиклинком, либо Думом. Действительно, сейчас... Только комбинации как-то пытаться делать. Хорошие комбинации, начиная с шестых левелов куда-то выходить. И инфест-бомбу тоже нужно делать. Потому что если вы не начнете драку первыми, Ньюби не начнут драку первыми, все. Если будете играть вторым номером в этой драке, вы драку будете проигрывать 5-0. Ну вот один из возможных вариантов для бомбы уже отправился в БАН. Это Легион Коммандер. Тоже периодически стал появляться на хард-линии. Не только где-нибудь на квалификациях СНГ, но и на просцене. И сейчас будем смотреть. Как-то у Virtus.pro уже почти все сказано этим пиком. Осталось подобрать что-то для Рамзеса. Здесь уже просторы для воображения немерено. Есть СВЕН. Очень жирный будет персонаж. Как раз за счет своего ультимейта. Его вообще будет очень трудно пробить. Лансера забанили. Побаялись, что будет какой-то герой с иллюзиями. Вот герой для... Ну вот и бомба, да. Морф, морф, морф. Да, конечно, забыли же про морфа. Кто его тут ловить будет? Ему Линкенсферу взбивает, ну да. Что? Светка, да? Ну и Слардар там коррозив хейдзом. То есть не так уж и много чего придумаешь. То есть посмотришь, и здесь уже не всегда получится сориентироваться. И в итоге комплектовались. И ВП, и Ньюби. Ничего не могу сказать. Действительно, здесь есть уже очевидные проблемы. Ньюби пока что. ВВП, они в очень специфичных условиях могут возникнуть. И эти условия еще нужно постараться Ньюби создать. Они могут это сделать, но насколько они способны сейчас так поступить? У Ньюби периодически проблема с оффлейном происходит, что вот Кипи ему подбирает персонажей, которые героям, которые на четверку в принципе легко могут заходить. Но вот эти Слардары там, периодически вот у него заходят. Наги-сирены, когда в оффлейны у него идут. Вот эти герои, просто герой не герой становится. У тебя Никсы, когда у него на третью позицию идут. Это вот не те персонажи, в которых нужно стоять в данной мете в оффлейн. Потому что это полные вариации. Поэтому здесь, как у Ньюби, мне тоже сильно проседало его по драфту. Не знаю. Ну, ВВП должны забирать эту карту. Тут никаких вариантов. Ну, посмотрим, что у нас там по закупам. Нага-сирена, три манго. Линна стандартно на медиа. Лайстиллер тоже стандартно. Джакиро. Да, тут и Морфи все, и все, в принципе, без особых здесь импровизаций закупились тоже, но пошли вчетвером уже воевать на точках рун. Один только Паша остался на топ-линии, расставился Би-Вижн и будет ждать свои законные руны. А здесь, наверное, будет и Ферзбат. Наклевываются хотяки. И Пи-Фейт очень вовремя отступили и предпочли уже остаться без лишней руны для себя. По-моему, они увидели Пашу, что вар сюда влепили. Должны его сбивать будут рано или поздно. Да, денег пока нету на центре, чтобы перебить, поэтому придется немного повременить. И Фейт перетягивается уже на другую линию. Разделились. Сто процентный лузерейт с СССР, говорит в паблике. Ну, и там, походу, тренировались, где-то играли в местном матчмейкинге китайском. Действительно, это само по себе дает много информации. Ну, и ты уже рассказал свою специфику Сладдара. И это здесь как один из вариантов бомбы, просто один из таких классических, что ли. Им нужно что-то было подобрать. Действительно, не для третьей позиции немного. А тут как-то высунулся Ки-Пи, а будет ли на него что-то. Нет, просто не догнали его и решили отступить сразу. Фейт забирает свою руну и поделили поровну пока что. Хотя там кака... Думаю, что это на брыгле. Да, обменялся. Пашей рунами. Заставили Пашу поражать, на самом деле. Землю. Землю, да, и у него кулдаун сейчас. Ну, три манга, куча танго. Думаю, что он переживет, если 40 секунд благополучно. Но его не убьют ни при каких раскладах. Эта дабла, она очень слабая. Его здесь очень трудно убить. Любая попытка его убить, он просто будет включать землю. Если будет накидывать сетку, он будет сразу моментально телепортироваться. Он будет стоять, как у себя дома здесь. Действительно. И пока нет причин на него лишнего силия стягивать. А вот на нижней линии герои весьма плотные все же. И Фейт, и Сардар. И тут три персонажа понадобятся, чтобы пытаться их забрать. Есть подков от Роджера. Напрягают сильно Фейта. Не заберут, но по ХП просадили его сильно. Вот ВП, опять они. Вот когда чувствуют, что нужно раскачать своего кора, что здесь Мор всех убьет, то они просто становятся триплой и дают полный фарм для Рамзеса. Да, наверху тут Паша опять. Пачку крипов на себя отводила. И сейчас землю был вынужден прожать. Пытается как ему мешать, но пока ничего особенного из этого не выходит. Снизу Ньюби будет фидить. Серьезно. У Паши проблем у него не будет. Вот сейчас она побегала за ним, эта нага. Но она почти ничего совсем не добилась. Муги в итоге там на отводах стоит в арме тоже, потому что пачка ушла, и у него не было возможности поступить иначе. И Крипстат пока тоже на равных держится, как и в прошлой игре. Там тоже минуту до десятой все было абсолютно ровненько, пока не начались какие-то заместные файты. А внизу зато поцепили Фейта, есть сетка. Даже Танзерстрайк на него повесили, есть подкопы. Теперь уже дэмоджа слишком много, и Фейт погибает. Это ферстбл для Рамзеса. Да, тут просто фидфест будет. Тут будут три героя стоять и убивать очень слабые линии. Слардар, Джакира, что это за линия? У тебя просто по кулдауну. Не хотят они ее ничего. Она неповоротливая немного пока что. Она вообще неповоротливая, она не может дать сдачи. Это, во-первых. Кто тут? Что тут? Дойл Борис и Стан? Да вы никого-то не убьете, даже Соло. С двух раскастов, может быть, вы убьете. Поэтому Морф здесь будет очень быстро Ленкенферой выходить, если еще плюс ко всему он будет забирать киллы. А Фейтсбл для забрал именно он. Я думаю, это не конечный. Но вот именно в этом отношении ВП всегда поступает таким образом. Они абсолютно всегда в любой ситуации оставляют фраг кэрри, если на этой линии происходит убийство. Ну, именно когда дело касается Фейтсбл, дальше уже действительно это не так принципиально. На мидл выход с трех сторон. А тут хорошо окружили. Курьер сейчас закрыт. И нужно Курьера забирать. Удар по нему как, а забирает Курису. И погибает она с неплохим затаром. Да, вот это неприятно. Винлейс и Мана. Это могло бы многое здесь решить. Ну, Нонечка еще остается очень много регена. Есть фласка, есть танго. Поэтому Курьера... Это был не грейшный Курьер, поэтому две минуты всего лишь. Поэтому, я думаю, Курьер и живет. Да, но пока там еще и Паша понаглел. Пока не было какая муки, просадил по хп. Тот вынужден отбивать фласку. И все, правда, сейчас не подставится бы. Хотя, в его ситуации он уже съел себе медведемона. И поэтому имеет... Кипи. Спасибо большое. Может, и не успеть. Подков. Подков есть. И действительно, Тандерстрайк опять все то же самое. Хотя, ну вот, еще ударчик сверху нет. Не хватит урона. Там последний кик только сейчас прокнул. И Роджер тоже сильно сгорел здесь. Но Регена нету. Немного печально. До Шрайна еще достаточно долго. Придется отходить на базу. Тут уже немного мискоммуникейшн возник. Напали не всем строем. И поэтому быстро вырезать не получилось. Пытается напрягать его. Погибается уже Сент-Кинг. Получилось здесь. От крипов. Да, просто от крипов. И Пашу сверху еще тоже напрягают. И Паша... Что? Вот и земля. Вот и бежит. Вторая земля еще будет довольно-таки долго работать. Еще есть Манго. Может телепортнуться всегда. Ну там и Нага его не догоняет. Муспиду не... Хотя нет. Муспиду не... Там было достаточно. Но вот земля закончилась. Да нет. Она не убьет его. 100% у нее. 4 армора. Под Медведемоном. Ну кака просто урона пока нету. Это Рептайв первого уровня с руки. У нее там вообще смешные цифры. Поэтому на этом все и закончилось. На миде опять попытка с трех сторон. Нага Сирена. Снизу подходит у нас Джакира. Он с района точно убьет. Да, должны здесь уже. Никаких трудностей не возникнет. Если она с Трипл Сири... Ну и живет, живет еще пока. Что Фарефлай приедает. Отходит в лес. Но Рептайд его добивает. Ну и Курьер как раз зародился под его смертью. Ну неплохой ганг. Неплохой ганг. Вот. Движение на мидл есть. Хотя бы... Ну нужно играть тоже. На свой плеймейкер нужно поигрывать. С Трипл Си должен... Ему должны давать какой-то буст. Потому что если он не играет, если его не видно на карте, все. Неби мертвые. Действительно, линии ему прямо таки делают. Так, так, так. С Трипл Си-то сейчас будет погибать. И действительно много дем уже откачивается. И рожа распадает. Это минус С Трипл Си. Нелепая смерть получилась. Накаркали. Да. Соло. Отличный глимс. Просто если бы таких мотивов и выступлений не было бы от Ньюби, то здесь не то чтобы буст, а просто Лина бы безбожно отставала. Потому что она по крипстату сейчас держится ну чуть-чуть в плюсе, но при этом как-то достаточно неуверенно себя ощущает. Хотя уже Драгонслейв замакшенный. Действительно, вот все, что нужно для выхода есть. Хотелось бы еще Лагуну, но вот... Попытка выхода в мисс сейчас будет. Санкинг уже подходит. Подветренный. Морф. Это просто специальный байт, чтобы потанковать. А вот эффект неудачное направление выбрала. Теперь он попадается в сетку. Нет, не уйдет никуда. Не уйдет. Адаптистрайк, и все. И все проблемы решены. Минус. Даже без помощи Санкинга, даже ману не потратил. Акк там стерек все это время ноуана, но тот отошел в леса. Через ультимейт свой пофармил крипов. Ну и все. Там больше ему делать нечего. Он в безопасности абсолютно. А тут еще и Киепи попался. Соло его заметил. Немного напрягает. И будет отгонять его подальше. Потому что тоже, скорее всего, он стягивался не просто так, а за ноуаном. Тут его тоже решили как-то немного похейтить на этой карте. И ощущает он при этом пока что себя еще более-менее комфортно. Хотя, если посмотреть на Крипстат, отстает немного от Лины. Отстает от самых высоких результатов. Дума на топе. Себе очень классный. Классного Крипа съел. Кросс Огра с армором. Этим плюс земля у него. Третье левел. Плюс стики. Но эти два героя его теперь 100% не заберут. Рептайт вообще не будет работать. Ну, тут уже и Кака по кулдауну не на линии хотя. Нет-нет-нет. Ну, просто. Просто они его никак не убьют. Они его гладят. Почесали спинку немного. Действительно. И Кака по кулдауну уже на линии нету. Поэтому просто идет и давит немного на Муги. Хотя тоже Муги там, в принципе, терпит это дело. Пармит. Снизу. Возвращает. Фейта. Должны его забирать. Волна. Ну, тут точно его заберут. Это тоже минус. Еще и Капи сюда по акции прямо подошел. Минус половина хп. Если что, по контролю через три секунды только Бороустрайк. Поэтому пришлось отступить. Еще и СТЦ сюда подошел. У него Лагуна Блэйд. Сейчас очень шотный морф. Отошел. Отошел. Очень аккуратно. По ренджу находился здесь Рамзес и не получилось. СТЦ. Хотя еще не все потеряно. Он не сдается. Он не отходит. И сейчас прямо в руки к нему идет Сент Кинг. Это Лагуна Блэйд. Задувка и все. Паша. Опять замедление. Опять армор на нем висит. Опять Кака Стриптайд выходит туда. Опять здесь Мперно Блэйд. И опять нуль толку. Он еще подошел. Он еще издевается над ними. Давай еще побей. Здесь действительно урона у них не хватает против земли, которой он максит пока что. И учитывая хорошего крипа. Действительно там либо Реген, либо Манна. На мере. Роджер. Прочекали. Есть Кан. Роджер понял, что здесь Кака. Я вот Стреплстрил и ничего не понял. Но Стреплстрил сейчас действительно опять опять именно Роджер. Но Уан на него нападает. Но сейчас очень хорошо на себя стянул какая-то внимание. Стреплстрил спасен. Вот это вовремя было. Хотя при этом погибает на нижней линии Джакира. Еще и Кейпи. Опять может подставиться. У Рамзеса большие проблемы по ХП, правда. Он вынужден отойти. Но Глимс есть. И прямо руки Рамзесу готов закинуть соло этого человека. Ну а получится ли. Еще и Крэш есть. Рамзес вынужден перекачиваться. А будет ли что-то там до веса. Кататный Страйк есть и добивает. Доминейс и Стрик. А еще есть и Кейпл Стипл. Дошел. Опять задувку. Соло забирает. А у Рамзеса маны нету Стипл. Нету рейндропа. Есть. Но успеет ли он действительно хорошо перекачивается. Очень много ХП себе. Базар здесь. Да. Доделывает. Качай, качай. Качай. Нет, не получилось. Все-таки предел есть. И Фейт здесь погибает от слишком большого количества выкачанного демо. 126 единиц урона. Одна просто... Две, ладно, тычечки по линии. И можно было бы ее там пригладить как следует. И при этом Фейт получился с минус Морфом. Должно было подарить много денег. Но как-то все равно Соло и Морф по итогам Файт Рекапа стоят меньше, чем Джакира и Слардар. Но хотя говорили еще вчера то, что может не показывать правильную информацию. Какой-то баг там есть. Так, а тут еще опять Кейпи вернули. Крэш прожимает на себя. Правда, непонятно зачем. Но все равно есть еще по нему и стадик линг. Так что должны его забирать. Пробивает его знатно. Ноуан уже опять Крэш. И Соло здесь... Ну, есть сетка через 5 секунд, но это как-то поздновато. Кинетик Филд здесь уже не помог бы. Но сейчас хороший стан был второй именно от него. Арам за все время перетянулся на медленную, свободную. Что должны сейчас Virtus.pro сделать? Паша получил наверху шестой уровень. Есть Лайстиллер, есть Дум. И сейчас Либов с Макея... И нет препятствий, да? Нет препятствий, чтобы убить Лайстиллера. Роджер очень откровенно на себя отводит пачку хрипов. Соло совсем устрасть. Да, КК его ловит. КП надо... Не может пройти. Ну, тут борьба за руны начинается. То же самое было на верхней линии. А сейчас КК опять получается отеклинки есть. Глимс возвращают КК, но ничего хорошего не дало еще. И Ноуан немного попался. Стрипл Си здесь в Мнези подходит. Есть Тан, Ноуан и задерживают. Здесь Лагуна Блейд просто его добивает. Это минус. И Соло теперь тоже зацепили. Соло здесь тоже не простят. А последний удар. Есть, есть, ассорт удар подать. Классный пас от Фейта. Лизнул прям им. Мороженка. Действительно, замороженный с Лордой Рафтой. Дизраптор. И 2000 преимущества сейчас имеется у команды Ньюби. Мелочь, а приятно. И по золоту так-то Лина неплохо вырвалась вперед. Стрипл Си начал двигаться. Да. По карте просто ходит, двигает, использует свои... Одного куснул, другого куснул. Здесь кому-то помешать успел. И четыре фрага так-то и накапывал. Для него есть деньги, есть. для него. И у Септера уже есть также у Лины, так что на нее напасть будет не так-то просто. Но вот Паша и его Дум пока действительно еще вопрос нереализованный. Периодически крутится там Роджера, но пока мы от этого особенного импакта не видели. На Морфа, на медях попытка. Ну, жалкая попытка. Хотя два героя точно не убьют его. Да. Ну, мы уже отмечали то, что Морфа здесь цеплять будет грая не трудно. Особенно, когда он соберет Линкинсфьеру, а он уже на пути. С этим есть трудности. Это только пока. Так, приближимся по артефактам. Что у нас вообще с персонажем? Рейзер будет ходить в барабаны. Скоро уже получит их. Буквально 300 голды остается. Дум у нас тоже в барабаны. Смачок какой хороший сейчас будет. Хотят. Хотят Дум использовать. Лину нужно убивать. А есть возможность ее убить, хотя она по таврам аккуратненько стоит. На Кейпе они в любом случае напорятся. Кейпи, прочекал ситуацию, увидел Пашу и тут же есть. От него спринт, тут же поджимается и крэш, но спасается пока. Вот он ультимейт, отличный ультимейт и вот он С-Трипл-Си. Просто цепанули и все, моментальный минус. Идум на второго и Кейпи здесь тоже погибает. В итоге два ультимейта, два прага и Муги сюда подошел. Он пытается вырезать соло, очень много КП сносит ему и погибает все-таки здесь соло. А кака, еще и Пашу засыпил. Паша, земля-то кончилась и Паша, что можно сделать? Разворотить, разве что то Инферном Блейд закинуть, но тут и у Муги рейджа нет, чтобы так агрессивно выступать. Минус два в размен на пятую позицию. Вертус Прозе здесь остались. Стрик самый главный еще сорвали. Тысячу золота выиграли по итогам этого файта, а Юби в небольшом минусе остались. Да, ВП хорош, смог ганг. Хоть он был немного не так, как они задумали, произведен, но все равно вышло красиво. Там сама Алина вышла к ним в руки, она заеулила дума и тем самым подставилась она. Во-первых, лишила себя возможности в Юл закинуть и подсейвиться тем самым. И, во-вторых, забрела не туда, уже слишком далеко и получила статик шторма от Дизраптора. Роджер, хороший вардик поставил в Ложес. Вижен будет огромнейший давать на передвижениях к Нюби. Есть Моук, Стрипол Сикака. Тоже не хотят сидеть сложа руки. И есть Рамзест на миде как цель. Мууги его, правда, сейчас отпугнуть может. Тут есть еще Epicenter закастованный. Но это с другой стороны разбирается с Фейтом. Фейтом должен погибать. Может, это тоже подцепили. Есть Юстептер, Стат, Юл очень хорошо сейчас подлавили. Рамзест только качался. Успел нажать перекачку, просто отходит отсюда. Нуан выкачивает демэдж у Мууги. Мууги тоже вынужден отступать, но он уже потерял демэдж. Уже слишком много Нуан успел сделать. И Сон, Наги, Сирены По-другому никак, только сон Шторли бы всех Да, действительно, там и 70 урона И I of the Storm Слишком много всего могло влететь Но идея была хороша Подкачало то, что рядом слишком были тиммейты ВП Тауэр падает Кака, подкоп Песни-то больше нет, зато ультимейт от Соло есть Сейчас ландартный страйк и добивает этого персонажа Остальные все уже не рискнули туда заходить Дума 25 секунд Пока дума нету ВП опять начинает, за десятую минуту Перешло все И потихонечку начинает уже командно действовать У них все лучше начинает получаться Да, тут выходы из Трипл Си рассчитаны на то, что Он будет встречать одиноких персонажей А вот ВП в последний раз Особенно оказались не в одиночку Хотя и там, казалось бы, на другой половине карты Фраг совершали в это время Но очень мобильно перетянулись и спасли ситуацию И здесь уже труднее немного будет Уже смог выхода с каким-нибудь одним саппортом может и не хватить Длин очень не любит драки 5 на 5 Ну да, вот соло цели там пойти, спро кастик дать Все классно Но вот соло Ой, ой, кака Дум Не успел Стан есть по Думу Айспас также Еще и задулим аграпируем на него Лагуна Блэд на него Он живой, он живой, здоровый Пока что еще и может развернуться Еще Какая, подкопали Соло Вот тут соло получается слишком много Коротик Хейсовое дело делает И не сможет отступить Еще и башню по нему прописали Еще и Роджер преследует с другой стороны Есть и по нему еще Драгонслейв Откоп Но он стягивает на себя внимание Отвлекает от своих союзников Чтобы те успели отступить Плохая драка Хотя и у Ньюби изначально Все не очень хорошо пошло Они с лоу граунда заходили в смоках Тут же это все дело спалилось Но при этом все равно Успели заеулить Дума Отзонить его И драка разделилась удачно Для команды Ньюби Дум не успел накинуть На как раз с Трипл Си у нас Паша Потому что там Вижн неплохой стоит Тут кроссвард мешает серьезно Ну ван Сюда опять перетянулись Ньюби Опять с Трипл Си и его компания И здесь они Краем глаза могли и заметить Хотя Вижена там нет Очень много вардов сейчас от ВП Тоже там и агрессивнее так поставили На там варде около шрайна Наверху они уже и убийство совершили Однажды И Паша тоже еще Решил погулять по лесу Там где этого Вижена нету И вместе с Рамзасом Сейчас вынуждены наступать Пашу Пытаются догнать Заступили опять С пасом Кончиком самым Вот землю прожимает Есть по нему еще и сетка Есть и Макроапиро делает Тепаут Ну успеет ли? Нет В последний момент успевает На фест завязать И этого ДМЖ хватает Эта феста не было бы ушел Да На Тоненького прямо Здесь все зацепили Но у него и стики были Он их не прожал То есть Если бы он сначала Прожал стики А взял бы тепаут Кто-то знал А здесь еще и попался Роджер И теперь его тоже будут забирать Через лагуну Это фит, детка Действительно здесь Они немного посыпались 11-11 Счет Полностью Нулевое преимущество За каждым из коллективов И тоже через полосицы По показателям Нетворца То есть абсолютно Ровная игра пока что И все было вроде Хорошо в ВП Но они немного Пофизили И ситуацию себе Испортили Но появляется Лингиспера Да И тут уже От гангов Спасен у нас Рамзес От солога Морф уже может Подключаться в драки И практически Не опасаться За свою жизнь Ну да Он серьезный будет Очень серьезный будет Драк Сейчас шотганчик Наверное Нужно собрать Кака там Фейт высматривает Ноуана Выдела Ноуана Совсем мы забыли про него Ну да Собрался Начальные артефакты Фейзи Аквилу Бараган Да и блокин бар Чтобы именно танком Быть вместе с Думой Идти вперед И чтобы она не мешала Со своим сном Это тоже на будущее Хороший заклад Здесь много Достаточно магии Много всего Что может ему помешать И уже успевала мешать 2-2-0 Счет у него пока что По итогам Этой 18-й минуты И здесь уже будет Тоже гораздо легче Так же как И Марфу с Линкой Ему действовать Именно с этим предметом Ну тоже Избегает драк Пока ВП Дофармливает себе Эти условные БКБ Еще другие мелочи жизни Вот тут ровная игра будет Именно до Вот Стреплси погибает Правда Поймал Под хороший вардик Но работа по вардау Саншенг Все понятно Ровная игра будет До Как раз блокин баров Вот блокин бар будет на Розоре Он уже практически есть И вот Паше нужно Рано или поздно Собрать свой блокин бар Вот у них будет Два блокин бара И Морф будет С Линкенсферой Или может быть Тоже с блокин баром В этой игре Именно Роджер Почему-то стал Больно часто закуливать А тут КК поцепили Сетка есть Но тут же Начала она петь И топ-аут Побегал туда-вратно Тоже немного Поелозил Поздевался И отошел И там еще Был план Инфеста У Муги Кейпи Но в итоге Отказались от него Вылез Муги Из своего тиммейта И пошел дальше фармить Пора им уже начинать На самом деле С эти смуг ганги Через инфест бомбы Потому что Есть изолятор Есть армлет Не стал Астиллер собираться Именно через Радиенс Там медальку Он хочет именно Дэмж наносить Моментальный На ранней стадии игры Но это обычно всегда Так Когда у тебя есть инфест бомба Ты собираешься в эту сборку Чтобы хоть что-то Носить Потому что пока Катается Радик нафармишь Вот у него там К уткой этой минуте Только Радик был А с Радиком Ты столько дэмж Набачишь Вот СТПЛС действует То есть по кулдауну Лагуна Только откатился Лагуна Тут же смогу Пошли искать Один с тиммейтами Неважно Но УАНа нашли Есть армлет И точно должны его убивать Отличная работа Опять поймали на Даже по сути Не на загулек Просто поймали Да Там опять Вижен был Вот Вард За спиной Наверное видел Как подходил сюда Именно этот один персонаж И решили поэтому Увидели же что рядом Тиммейтов нету Против АП нужно играть Их же оружием И на лайнах И в передвижениях По карте А тут и Лагуна Даже не использовали Да тут минус армор Тут под Коррозив Хейст И под Дезолятор Бешеное количество дэмжа Еще один Еще один Три удара буквально Ну теперь это выход Через инфест Успешная Вылазка от Ньюби И они реализовывают Свой пик Благодаря тому что Виртус Про Опять начали ходить По одному И по одному И попадаться Но у них Здесь вариантов Особо немного Учитывая то что Они нуждаются в фарме Пока выносят себе артефакты И просто не имеют Возможности кучкой ходить И здесь И Пи попался Есть по нему Кинетик Филд И Паша сюда тоже Подходит со своей Карающей рукой Надо сбивать ему Телепорт Сбивает тогда Филстрайком И теперь уже должны Его забирать В серии Убийзли Рамзеса Фраг Немного больше золота И чуть-чуть ближе Стал для него Эфириал Блейд Рамзес очень круто Отыгрывает Сейчас же Ну Марфу как сделали То что у тебя Аттрибут шрифт На ловкость Он не сбивает Телепорты У тебя сбивает Только на силу И он Когда видишь Что телепорт делает Сразу моментально Перекачивается Полностью в силу Ну до тех пор силу Максимально да Быстро перекачивается Пока Когда будет стан Делай этот стан И потом обратно Перекачивается в агилу И потом дает уже Именно прокаст С агильного Персонажа Ну адаптив страйк Он в любом случае Стан дает Когда разделили его Он стал Гораздо лучше Даже видела В раскаточке От Морфа Когда игнорировали Вейформ Но качали Макс или даже Адаптив страйк И это Порой даже Себя оправдывало Ну и перекачка Без мана Это тоже само собой Прям Чудо Они герои из него сделали Да Что-то не придумают И 15 секунд действия Морфа В себе взял Морфлинг Кстати пока не активно Действовал своим мультимейтом А тут есть Врыв Отличный врыв От кейп Сейчас двоих зацепили Минус 2 Можно сделать Наверное Роджер Отправился в таверну вместе С Ноуаном И нужно отвечать ВП Рамзес Выходит Сон И они Все Все Нечего здесь делать Роджер прыгнул здесь Прямо На смерть свою Хотя просто решили Разбежаться Даже Ничего не делать Ну там правда У Роджера было все Абсолютно И Ноуан не факт Что без байбека И тоже мог бы Ну они думали Что он может выкупиться И прилететь Поэтому решили не рисковать Но все равно Чистая работа Какой же противный персонаж Это Нага Да Нага Она и есть Нага И пока БКБ не появится У Розора И достаточно вижена Чтоб такие драки Наконец-то уже Не начинались С руки Юби Им придется серьезно Над этим Водуматься Потому что действительно Это уже началось Не просто там Какая-то серия ошибок А именно фитфест Просто выходят И убивают Выходят и убивают У них есть как минимум Две рабочие комбинации Это СССР и любой саппорт И КП вместе с Муги И все И то и другое действует Работает И они даже способны Подвое ходить То есть не стягивать Слишком много ресурсов И делают фраги же Друга нужно как-то подловить Юби На еще одном таком выходе Может быть Сначала собраться Кого-то подставить И туда сразу положить Либо статик шторм Либо дум Ну да Собраться нужно Это в первую очередь Первоначально Потому что тут как раз Их в отдельности Друг от друга И начинают такими Способами разбивать Есть Глинск Подцепили здесь Пейта Должны его забирать Но вот Периодически Такими фрагами На саппортах Они сейчас и держатся А тут еще и КП Вот опять есть У него Сидящий внутри Ой-ой-ой Какой бринг от Паши Просто на реакцию Аутплейт Пытается здесь поймать КП Да, очень На тоненького Так-то здесь мог Паша погибнуть Но справедливости Ради тиммейта Подтягивались И если бы он не ушел То не ушли бы И скорее всего И Слардар как минимум А может даже и Лайфстиллер тоже И Лайфстиллер Сейчас имеет Отличный затар Для того Чтобы именно Выходить Вырезать И сматывать уточки Это дезолятор Достаточно ранний И дальше уже За Саша Яша Будет Который Ну даст возможности Вне инфеста Тоже действовать Да, Сэнджи уже прилетает Хочется добавить Чуть-чуть Мовспида Вот он и так На 15-ом лавеле Взял талант На ответственность Скорость передвижения Еще плюс Энджин Яша Будет Это Будет реально Скоростной парень Да, скорость атаки есть Скорость передвижения есть По двум талантам Пока что Хорошо по Экспилсу Хорошо по фармам Пока что Отличный показатель имеет Движется наравне с Морфом Морф здесь по сути А пока фармит И единственный Кто не страдает От этих постоянных вылазок Он все время Не там где Ньюби И это большой плюс За счет Морфа Можно многое сделать Учитывая то Что за Эфириал Блейд Можно без проблем Вырезать Например Лину Вот эту проблемную Мадам Или даже Нагу Сирену ВП ждут ВП ждут Своих итомов Вот сейчас правда Не разделиться бы слишком Потому что Ньюби Опять начали выходить Опять это И инвест одновременно И подошедший сюда С Трипл Си Со своим прокастом У него там еще и БКБ свежая Вертус Прова Не хотят уже ошибаться Хватит Так Не хватает чуть-чуть У нас до Шотгана На Морфе Просто буквально Соточку голды Да Соточка голды Там чуть-чуть больше сотни И он Я думаю В ближайшей драке Уже появится с ним Хотя Вот пока Вот очень-очень Сейчас в наглую Зафармим пачку крипов А тут Пашу выцепили Тут опять Есть инвеста Паша погибает Но он успел Откинуть к Думу По Муге Поэтому Муге Отойдет оттуда Но Уан Пытался уйти Но есть сетка Забивает ему телефон Через БКБ И это минус 2 Отличная работа Отличная работа Минус Ультимейт Дума Минус там Дума И Разор Также здесь БКБ потерял Но инвест бомба Просто на ура работает Да Десятисекундный БКБ у Разор Ушло просто в молоко Это Дум В котором Три армора Вроде он толстый 2000 хп На него прыгают Накидывают Коррозив хейст И У него кусок Отрывается С удара Ластилера Не знаю 800 900 За 3 удара Убили В общем Стрик для Морфа Да И Морфа Причем отдалит При этом правда Рошан погибает И крадет Аегис Рожер Рожер украл Аегис И сейчас еще давит На фейта Вот это начинается Настоящая игра Фейт отходит Оттуда подальше Рамзес Тоже немного просил По хп И Перекачиваться Нужно уже начинать И тут есть Есть выход еще От Рожера Рожер может И подавить И даже больше сделать У него там Есть претензия на Аегис И кипи Инфест там Надо забрать По максимум героев Фоган Есть Подкоп В песок Сдели Но здесь его не должны Выпускать Тут еще и Муги Решил присоединиться К этому всему И Рамзес Прекачивается в силу Рамзес превращается Сейчас в Муги Готов драться с ним Правда сетка его останавливает Но еще и фейт Уана тоже Но Чего стоит То что они сделали С Рошаном Они украли Аегис Ну там ясное дело Вот тут же Как обычно Хватит эту фейту Еще выцепили Опять шутгана Еще и минус Джакира 1700 золота Учитывая смерть Еще и Лины Которая была там Достаточно давно Несмотря на Два убийства Одна Лина Купила все И здесь У Лины У Жилинкинсфера появляется Ну для нее Немного ситуации Будет легче Но вот этого Аегиса Им не хватало Который сейчас Ну да Вот это воровство Которое происходит Частенько На самом деле Игр переворачивает Да Роджер Самое главное То что он Не стал оставаться С своими симмейтами Которые там Местились вовсю Пока все это происходило А он именно Зашел Прочеку Рошана Сделал это вовремя И повезло отчасти И сам хорошо поступил Ну это залог Серьезной команды На самом деле Серьезной Успешной команды То что Любой из Команды Может принимать Вот такие вот Индивидуальные решения Которые Могут переворачивать игры Вот в этот раз Это Роджер Там в следующий раз Дум получил порцию Дума Но как-то Муспит здесь Большеват Глимс Отлично Правда Пашу здесь могут вырезать Но зато Серьезной погибает Мгновенно Хороший размен Того стоило Подкопись по фейту Роджер Там будет У него И в центр Только через 7 секунд Зато вырезали Еще и фейта И слип И ноуан Вроде как погулял Трискута до глимса Нужно показать Вижен Отличный глимс Сейчас получился Да Рейдж А было бы красиво Прямо через полкарты Оттянули бы Она начинает отыгрываться Вот так раз Что по поводу Лины Говорил У нее вроде есть артефакты Вот она сейчас Линку формит Ей очень нужна эта линка Но на нее прыгает Дум Вот у нее Нетворсов На 15 тысяч Прыгает Дум Просто кладет Дум Все это не герой Ее убивает Там с прокаста Моментально Но была бы линка У Лины Хотя держит у себя Упорно Дума Именно Сеточника Как съеденного Крипа Потому что Это вот шанс Избить линку Если он будет в соло Нападать так Как это сделать сейчас Думаю Что размениваться На какую-то Пассивную способность Или даже на шоквейв От крепа с регеном Не стоит в такой ситуации Нет Паша все грамотно взял Он именно будет Исполнять роль Соло-врывателя Да Соло-врывателя И без разницы Умру я не умру Но я свою задачу выполню Я задизеблю Как раз персонажа Акора вражеского А это очень важно Очень важно Да Там 20 уровень Еще у Лины Она себе пассивку апнула И как обычно Идет такой кэрри потенциал Есть лотар Дальше уже будет После линкенсферы Скорее всего Заявка на дэмэш Артефакты Ну да Что-то из серии Может какого-то МКБ или там криты Да и Далласа Либо Блутор Наверное Вряд ли Но какой-то Дейдаллас Наверное точно Как обычно Там не особо Изобретают Велосипед На миде Выход Сейчас может будет Подтягивать сюда Джакир Ну тут все вардами Утыкано Еще один вардик Неплохой Ну фейта тут Явно уже Можно было заметить Он везде погулял Все с интерями Все обставлено Еще с прошлой драки Осталось здесь Обставлено И той и другой команды И те и другие Чужих вардов не видят Очень все Прям на краешке ренджа Вижена Находится АВП ждут В засаде В другом месте Правда Тут уже поняли Что засады не будет Понимают Что у них несут вышку И поэтому решили подавить КП Не видят Не видят Не видят Сейчас может на самом деле Очень серьезно встрять С лакдарта Есть ухо на Роджера Есть инфест Мгновенно Минус Роджера Еще и Солус Да подошел Муги Как же быстро его разрывает Это минус 2 саппорта И кака Как же это сон Мешает Виртус Про Просто что-либо делать Паша Пашу накрывает сеткой У Паши еще есть ультимейт Но никакого толку От него сейчас нет Это уже минус 3 И сбивает сейчас еще И Нолану Телепорт Его могут забрать И один только Рамзеса Сюда смог уйти Это фитфест Просто сон Вот сколько драк Сон это переворачивал Верстан ВП Надо задуматься По поводу этой Наги 100% Нага еще формирует Саганима У него же фактически есть Как же неплохой Нет Такая сборочка Теретически Ее должны затыкать думом Но на практике Так не работает Да Я думаю Вопрос К Паше Будет серьезно поставлен От команды Забей на Лину Прыгай на ногу Да С Линой и так разберемся Лина хотя бы одному Только жизнь портит А нога всем И здесь Уже который раз Они напарываются Именно на этот ультимейт И Не всегда получается Потому что сейчас ВП допустим Ну просто немного Их застали в расплох И тем что вырезали Часть команды Два игрока Из пяти возможных Еще и там Неожиданно Резкая была Перетяжка На вышку То есть там Могли просто Не успеть реагировать Да и неожиданно Резко Нюбиты у нас Повели уже Десять тысяч И по голде И по экспе Поэтому Хотя вроде Только-только Вы поначали переворачивать Как снова Все опустилось Еще ниже По графикам Вроде вздохнуло Опять на дно Да Вынырнули Вздохнуть И Аганим Появляется У Наги Да Неприятно будет Еще и восстановление здоровья Хотя здесь Это не так критично Потому что Как правило Вся команда целая Когда она сон прожимает Она успевает Реагировать С этим сколом Вовремя А там еще Опять Стреплси Своим грязным делом Занимается Опять минус соло Мелочью А деньги все-таки капают И она До сих пор держится В спину Дышит прямо Аморфу По Нетворсу И это действительно Доедалус Все Дальше она и с руки Начнет разбивать леса И сейчас Паша Опять Ой-ой-ой Опять получилось У него второй раз Подряд так вот Переиграть на блинке Правда застрял Застрял в лесу Медведь Да Винни-пух Застрял Ну ничего Он здесь Тактически В засаде сидит Никто его не найдет Он никого не найдет пока И новый прыгнет Например Прямо на Стреплси уже не хочется Нагу здесь Не видно Ему Скорее всего Не стоит Она сейчас ломается Лучше не переключать Эти кнопки Потому что переключена Ежно одной командой Она потом на общий Не вернется Ньюби силу почувствовали Да Ньюби действительно Они правильно это делают Им в их ситуации Нужно давить Давить И еще раз давить Не давать ни единого Шанса на продах Для Виртус Про Единственное что Рамзес Упорно не попадается Как у него была Одна смерть Тысячу лет назад Так она и осталась И он где-то там фармит Что-то там делает Не всегда Далеко не всегда В файтах показывается И его мощь На данный момент Оценить Ньюби трудно И это может стать Для них Началом конца Но Только может Итемы-то растут Уже скади появилось 1200 голды сверху Наверное Бабочка следующая Скорее всего Решил собирать Нет Блинков там Монто стайл Переставился Статы Коррозивхейза Да Статы Коррозивхейза На чьих правилах Тут могут ворваться Прямо на Рамзеса И влетает в него Действительно Много хаба потерял Рамзес живет пока что Но Паша погибать не успев Откинуть свой ультимейт Рамзес страдает И сейчас у него уже Заканчивается сила Он перекачался Он поменялся даже Воплощением в Муги И это не помогло ему Это минус Рамзеса Это минус Паша Паша байбэка Это Соло здесь пострял Соло ничего не успел сделать У Соло нет ультимейта Он все что может сделать Это наш глимс посмертный Уже минус 3 Еще и байбэк Инфес бомба работает просто Ну ура Плюс комбинация еще Инфес бомбой туда Айс пас Кладется еще тоже На долгое время Ты просто ничего не можешь делать Ну и видимо переоценили Выживаемость Марфа При байте Потому что у него Откровенно байтили В этом моменте Но прыгнули на него И размазали все А команда ничего Не смогла сделать Неприятно получилось Много ему ДПС нанесли Да он там успел И перекачаться На 3.5 тысячи хп Еще перевоплотиться Растал Роджер Тоже не уходишь Просто один удар Пол хп Ну Роджер здесь Совсем игра не пошла 9 убийств Уже на нем было сделано 15 тысяч преимуществ За Ньюби И они действительно Взяли себя в руки И знаешь Так-то Вот здесь Именно рука Саншенко Уже чувствуется Именно по вардам Действует Именно по таким вот Оценкам происходящего В плане позиционки Оппонентов И ловит их Именно на ошибках позиции Вижена Да Как бы странно Это не звучало То что в прошлой карте Затем никак не сработало Здесь работает На ура Соло выходит Вешает Когда этого Рошана появилась Дабл дэмэдж Самое главное Его дождаться Ну там отправили Люски Сейчас они будут Проверять это дело Ну смачок какой-то От ВП должен быть Потому что они понимают Плюс-минус Что может Рошан появиться И нужно тогда выдвигаться Потому что если они его отдадут То это будет Минус хг Конечная Наверное Шлэйс Ластилер Очень толстый Очень при артефактах 19 тысяч На творчество у него Разор Вот как его начали гангать Да Там с какой-то Определенной минуты В миде То все Нунчик просто Карта пропала Свою позицию Сейчас сдали ВП Иллюзия их прочекала Рошан появляется Через 10 секунд Инфест Бомба заготовлена Лагуна Блэйд Есть Все Все как Обычно Все идет по плану Пока что у Ньюби Потому что у них Блинг есть Два кора К Рошаду Блэйдами Этими будет заходить Плюс Ластилер Будет сидеть в Слардаре То есть просто вот эти Три жесткие персонажа Первая, вторая, третья позиция У тебя в драке Оказывается моментально Никакие смоки не надо юзать Но тут еще Всю эту контору спали Тут и обсервер И в центре есть Хоть его и перебивает Но все же там Заход был заметен И погибает сейчас Соло А это было очень критично Это был один из Немногих спилов Который позволил бы им Подраться прямо в Рошпите Его ультимейт И здесь все Видимо Рошан будет продан Как-то печально Совсем здесь все Действительно ВП Ничего не могут сделать Юби На редкость Действует слаженно Они Да, периодически у них Бывают мисплеи Периодически бывают У них не самые лучшие действия Пик тоже вроде как Оставлял желать лучшего Потому что Слишком много но Было для победы Но они все эти но Соблюли То есть идеальная От них позиция Идеальные выходы И даже это больше Вина ВП То что они так вот Раз за разом Раз за разом Поставлялись Пока не отдали Эти 20 тысяч Которые сейчас Имеются в преимуществе У Ньюби Мне не нравятся Такие персонажи Как Разор Как Вайпер Они Ну просто не видно Человека на карте Мы знаем Ну исполнитель Просто вот Вайпер и Разор Это ему трудно Камбэкать Именно Он там Очень трудно Герои такие Он в своей ситуации Что он не на коне И все Он ничего не может сделать Вот все Он постоят Вот он С 15 минуты А там еще и Роджер Опять попался Хотя его здесь Не должны Слепить Да Он спел Слепозил И вообще не видно Рейзера Вот просто как есть Есть нету Есть нету Где-то в драках Участвует Но никаких хайлайтов Никаких убийств От него Вообще не видно Есть он на карте Нет он на карте Заодно и то же Да Тут отпушивают пока Линии Как могут От себя подальше Но неумолимо Приближаются Ниби По одной из них Хаиггис там потихонечку Тикает Поэтому нужно Поторопиться Желательно Вот Единственная проблема То что они будут драться Сразу 5 на 5 И уже Влетать Скорее всего В слепую зону Потому что там уже Озаботились с антривардами На хайграунде У себя ВП И поставить Под шумок вард Куда-нибудь Туда не получится Там если что Солнце Всегда есть На подстраховке Они решили Морально давить В начать Да И сразу Ответ На китайском Знаешь Это как Когда на первом Интернешн Во время пиков Пытались Дезморалить Или что делать Вставать И кричать Сместо Примерно то же самое Может Успугали их И так далее Смотрел Первый Интернешн Да Конечно Ну это там жесть была Я помню просто Арстайл Как это было Там же сидели Друг напротив друга Вот И стекло было Ну ближе там К полуфиналам Финалам уже Вот такой вот материи Закрыли Как раз таки Чёрный Да Арстайл просто вставал И после каждого пика Стучал в стекло Кулаком китайцам Сердечки рисуют Тут уже весело стало ВП Делать нечего На хг стоят Выйти нет Никакой возможности Ни единого шанса И ждут пока К ним подойдут Крестки-нолики Поехали играть на карте Да Ну нужно же как-то Развлекать себя Пока ждут Потому что действительно Здесь дело в ожидании Либо они пересидят Пять минут И выйдут уже наконец В хг Либо они дождутся Когда к ним В руки прыгнут И сами Ньюби тоже Вполне обоснованно Мнутся Вот ты видишь На хг С одной стороны Сентри вард С другой стороны Сентри вард Прочекать Куда они будут прыгать Нереально Заходите Заходите Мы вас ждём Ребята Да Это действительно проблема Они действительно могут Так и не один Аеги здесь оставить Это был уже второй Рошан первый Там благополучно Обломился Байбеков Показываю Сенткинг Есть Дизраптор Есть Морф Есть Сенткинг Есть Это ранжеры Просто по командам Нажми на список И всё И будет удобнее И нету только у Дума Да нету Дума Я что-то ищу Все герои Оказывается Всё так легко Ну что поехали С Трипл Си По своим Дейдалсам уже Это ревушка-то упала Как-то резко Неожиданно И ВП Даже это уже потерять Серьёзно На их месте Там ещё и казарма магов Рассыпается Просто от С-Трипл Си Как же много у него демоджа С этим Дейдалсам И всё Бескровно Даже нападать не пришлось Сейчас врыв будет Не беззахотят А, есть ли смысл? Может просто отступить? Ну, казарма магов Это на 40-ой минуте Это уже Так, эпицентр Слышу прекрасные звуки И есть врыв неудачный От Сент-Кинга Нормалин, нормалин Нормалин Ну вот уже минус ультимейт От ВП Ну и ответка от КП Такая же абсолютно Как от Сент-Кинга Ну они друг друга стоят В этом отношении В этой игре конкретно Разменялись любезностями Ой-ой-ой По нунтику просто С Трипл Си Роджер далеко зашёл Роджера просто сбрили И он сейчас байбэк И возвращается Рамзес пытается Бодаться с СТрипл Си Но как-то урона маловато Откровенно И царапает, царапает То, что там уже немного Ситуации в его сторону Перевесил Но забрать Лину не получилось Как итог Потеряли байбэк Потеряли Существенную часть страны Как итог всё плохо И сейчас могут всё закончить Сент-Кинга надо фокуснуть Есть Придут на Ноуана Ноуана сбривает С лица земли И Есть тоже байбэк Но Ки-Пи ещё попался Ки-Пи пересидел там немного Ещё и дум на него потратили Рамзес там на поллица Получил старочки критов От Лины Там Эстрик Действительно Здесь они могли стоять До последнего Это Безнадёжная игра была Для них И неожиданно Но Ньюби сыграли Просто шикарно Вот С ним ни единой претензии Ки-Пи достаточно много Получится здесь Ну просто Ну не то чтобы претензии Может они переосмили В какой-то момент Свои возможности Может ещё что-то случилось Как-то вот С определённого момента На полшажка Впереди они В Virtus.pro были Вот эти ганг на мидл Постоянно на разоры Выходили Они два раза подряд Потом в Virtus.pro Ни разу не вышли С думом Убить этого лайстилера Просто он фрифарм стоял Ни разу не умер Да и при этом просто Так получилось Что вроде как Поначалу все эти ганги От Ньюби Были неловкие Неуклюжие Неудачные А вдруг пошло Пошло И всё Конвейером посыпались И как итог Фрагов было сделано Достаточно За этот матч Сейчас посмотрим 32-18 Два раза больше Поубивать успели Ньюби Да Ластилер не разу не умер 12-06 Отыграл Всё круто Шикарно Я думаю ВП сейчас будут Перестраивать Чуть-чуть свой драфт Во-первых Нага Сирена должна будет Уйти в следующей В следующей игре